Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в студии славянский городской голова Вадим Михайлович Лях. Здравствуйте, Вадим Михайлович. Добрый день. Сегодня уже октябрь месяц. В общем, прошло три квартала. И, наверное, уже можно подвести какие-то итоги этого года. Мы будем говорить, наверное, о деньгах, которые к нам должны были прийти, освоены ли они, пришли ли они. Потому что есть у нас такой опыт улицы Ленина, которую мы ждали-ждали. В этом году мы ее увидели заасфальтированной. Что еще мы увидим? Ну, наверное, действительно стоит поговорить к окончанию года. Потому что уже в ноябре месяце мы будем формировать бюджет нашего города на 2018 год. Безусловно, основываясь на тот бюджет, который будет принят Верховной Радой. И Кабинетом министром подан на Верховную Раду. Поэтому, действительно, можно небольшие итоги подвести. И могу поделиться там уже на сегодняшний день теми планами, которые буквально последние два дня мы с губернатором Донецкой области Павлом Ивановичем Жюриевским обсуждаем по поводу Славянска. Какие деньги зайдут на область. Какие ему удалось завести на область деньги. И на какие деньги может рассчитывать наш город в будущем. Может быть, сначала о том, что уже сделано. Конечно. Ну, смотрите. На сегодняшний день мы помним, что основные финансовые потоки, если говорить об областных деньгах, которые направлялись в наш город, это были 2,6 миллиарда гривен, которые попали на Донецкую область из неподконтрольной территории. И были распределены между городами Донецкой области. И 200 миллионов гривен из этих денег досталось нашему городу. И те объекты, которые сегодня мы видим, на сегодняшний день строятся больницы, школа, дорога с ЖД вокзала, уже такая славно известная. И многие другие. Могу сказать, что вызывает опасения то, что действительно до сих пор не отыгран тендер по детской больнице, по ремонту, по хирургическому отделению. До сих пор не определен подрядчик. По поводу дороги, которая идет с ЖД вокзала, буквально сегодня разговаривали с Полом Ивановичем. Обещал дать волшебный пендель тому подрядчику, который выиграл этот тендер. Потому что действительно, скажем так, я его уже на протяжении месяца защищаю. Хотя, в принципе, наверное, больше должен был он говорить о том, почему и как у него не получается начать работу вовремя. А должен он будет начать 1 сентября. И целый месяц прошел на то, чтобы какие-то подготовительные работы. То есть у нас за областные деньги у нас строятся наш роддом. Роддом это под ФРР. Кстати, тоже очень плачевная ситуация. Выделено на сегодняшний день 20 миллионов. Уже дважды состоялся тендер. И дважды фирмы, которые подавали, были участниками этого тендера, неправильно подали документацию. Вот он будет третий раз уже, буквально 9 числа, уже будет третье вскрытие. И надеюсь, что 9 числа мы наконец-то получим победителя, который приступит к работам. Тогда, значит, роддом не областные деньги. Областные это ДФРР. То есть областные, если говорить об областных. Это больница Ленина. Больница Ленина. Это диагностический центр, который на сегодняшний день на ЖД вокзале строится. И там это будет, я считаю, визитной карточкой нашего города. Потому что порядка 200 миллионов будет потрачено только на оборудование. И 40 миллионов на ремонт. И больше 100 рабочих мест принесет это городу нашему. Поэтому, действительно, уже ремонтные работы там идут. Было много проблем с оформлением земли, с передачей из местной нашей городской собственности в областную собственность этого объекта. Когда все эти процедурные вопросы были урегулированы, началось строительство. Оно уже идет месяц там. Поэтому здесь я хочу сказать, что действительно хороший объект мы получим и рабочие места. Также из областных денег у нас есть хорошая подпитка в этом году. Мы получили из фонда экологического. Хотя, опять-таки, два тендера, которые прошли по парку, не состоялись. Будет объявлен третий тендер на 20 миллионов. Об этом поговорим подробнее. Я расскажу, почему так происходит. Также экологические деньги. 10 миллионов у нас выделены на коллектора, на три коллектора. В том числе и на такие проблемные, которые уже с годами приносили нам проблемы нашему городу. И еще 18 миллионов на честные сооружения. В ближайшее время будет объявлен тендер. То есть большой ресурс. Мы видим, если мы соединим где-то те деньги, которые были перемещены, 200 миллионов. 200 миллионов на диагностический центр и 40 на ремонт. Это уже 450. Плюс экологический, плюс ДФРР не государственный. То есть почти 500 миллионов не местного бюджета у нас денег. Это те, которые нам дает область на развитие. А область, они, безусловно, попадают с помощью, скажем так, лоббирования, не побоюсь такого слова, руководством области этих вопросов перед правительством. Ну, наверное, ближе всего это дороги, да? Вот дорога, железнодорожный вокзал, курорт, когда она закончится. Ну, вообще, по договорам до конца года должна быть. Я уже говорил о том, что у нас есть опыт работы, скажем так, по ремонту моста, когда много было нареканий, успеют, не успеют до морозов. И если погода позволяет, там будет пульсовая температура, не будет, самое главное, дождей, то, в принципе, я думаю, возможности есть. Но если, конечно, такими темпами подрядчик будут работать, как сейчас, всего лишь 800 квадратных метров отфрезерованно и уложен первый слой асфальта, то здесь, конечно, о выполнении и попадании в сроки не имеет речь. Вот качество работ, понимаете, вот сейчас буквально, вот едешь по улице Васильевской, Октябрьской революции, вот уже долбают люки. То есть вот закатали все, закатали ливневки, закатали люки, прошло 5 минут, опять уже ровно. Значит, уже над последним аппаратом выговор получили наши коммунальщики, которые занимаются этим... Вот кто отвечает, проектанты неправильно сделали или они так вот... Проектант, он не ставит люки, у нас дорожники не делают люки. У нас, к большому сожалению, у нас такая проблема есть. Если мы уже со своими коммунальными предприятиями более-менее разобрались, и уже я им поручаю, что если вы что-то делаете, работы по асфальту, то пока дорожники работают, будьте добры, восстановите за свои деньги и все. А вот у нас есть еще и Укртелекомы, связисты, которые говорят, что у нас нет денег разбираться с теми люками. Мы за свои средства не можем их, потому что это не наша собственность. И здесь, получается, идет закатка этих люков тоже, в том числе, которые не восстанавливают. Поэтому проблема здесь есть, еще до конца нерешенная. Я, честно говоря, все равно не понимаю. Вот я не понимаю, вот есть люк, он уже есть. И когда делается проект дороги, этот люк должен быть учить. Его нужно поднять, для того, чтобы он функционировал, туда нужно вложить финансы. То есть нужно сделать вскрытие, пригласить рабочих, которые поднимут этот люк на необходимую, выставят по отметкам. Наши коммунальные предприятия уже начали, они говорили, что 100% и везде. Некоторые люки, да, закатали, которые они посчитали, что им не нужны. Но разбираться, почему они вчера говорили, что ненужный люк, а сегодня скрывают, это за это будут наказаны, безусловно. Потому что вчера они мне утверждали, что нам, допустим, 15 люков по этой дороге не надо. Через буквально месяц понадобилось. Ну, это уже отдельное, и, соответственно, пострадают. Но, к сожалению, еще есть люки не только наши. РЭС, теплосеть, потом еще есть еще связисты. Поэтому здесь вот сложнее с ними. Постоянно говорят о том, что денег нет. За свои средства мы не можем делать, потому что это не наш объект. Выделить бюджетные средства на, скажем так, частную фирму, которая имеет свой объект, мы не имеем права. Поэтому здесь проблема есть. В будущем что нам еще хорошего придется? Ну, если заговорить по дорогам, вот опять-таки, буквально до того, как попасть в вашу студию, был в области на двух совещаниях. И последнее такое, ну, приятное, ну, скажем так, областное руководство сегодня поставил задачу перед мэрами двух городов и облафтодором. Это Краматорск и Славянск, соответственно, передо мной. Сделать проектно-сметную документацию по дороге, которая начинается у нас, скажем, по коллекции Тихого. И те дороги, которые идут на выезд в сторону Краматорска, от Семеновки, мимо Химика, вдоль нашего города, через Черевковку. И там будет сделана современная дорога с освещением, с бордюрами. То есть две трассы будут соединены, да? В проездная дорога через Краматорск, трасса между Краматорском и Славянском. И трасса, которая проходит мимо Славянска, но это наши дороги, в принципе. Будет современная дорогая дорога, качественная, будет снят полностью асфальт и уложен новый. И сделано освещение. И такое задание мы уже получили. Буквально на днях начнутся проектировщики, уже будут выезжать на место, делать техзадания. Надеемся, что на ближайшие сессии мы выделим деньги на проект и к концу года успеем сделать этот проект. И когда мы получим такую замечательную дорогу, если вы сделаете проект вовремя? Вообще планируется уже весной начать эти работы, как только позволит погода. То есть наша задача до весны все это сделать, технически подготовиться. Ресурс есть. Ресурс это из работы таможни. Это эксперимент, когда часть денег по работе таможни остаются в области и работают на область. Вот вы говорите, нужно готовить проекты. Вы открываете новый отдел, да? Отдел капитального строительства. А вот он нужен для того, чтобы, вы говорите, писать эти проекты? Нет, не писать. Смотрите, что получается у нас на сегодняшний день. Я уже сказал, такая плохая у нас есть тенденция. Она не только у нас, а и по области в том числе. И не важно, там, допустим, Славянск играет тендера, область, либо другой город. Мы видим, что многие тендера не могут быть сыграны по нескольку раз. И постоянно допускаются ошибки. Вот буквально и по общежитиям, славно известным, опять-таки, очередной тендер был отменен. Потому что две фирмы, которые вышли на него, уже второй раз подаются ошибками документации. По всей видимости, уже говорит о том, что, наверное, огромное количество страйк-площадок в области, на которые уже зашли, скажем так, качественные подрядчики, назовем их, и уже работают, они уже не отвлекаются на другие тендера, хотят закончить эти объекты. И в итоге видим, наверное, не совсем уже те подрядные организации, которые обладают, наверное, потенциалом даже подготовить проектно-сметную документацию. Хотя есть человеческий фактор, мы видим, мы уже отслеживали, смотрим, здесь же участвуют, подают нормально какой-то объект, у нас же на этот объект почему-то с ошибками. Человеческий фактор с отделами, но вот опять-таки возвращаясь к системе прозора, немаловажно в этом отрицательную роль играет эта система, потому что во главу всей этой системы стоит цена, хочешь, не хочешь, кто даст минимальную цену. Зачастую минимальную цену дают люди, которые, в принципе, я думаю, наверное, и не смогут выполнить по нынешним ценам, плюс качество проектов, в которых проекты готовятся по всей области. И это я уже говорил о том, что, по всей видимости, здесь несколько таких моментов. Первое, вот я уже не раз повторялся, для мэра, как руководителя, который выделил местные деньги на написание этого проекта, получил этот проект на руки, утвержденный государственной экспертизой. И это уже является для того, чтобы ему, ну как бы, кажется, что уже все нормально, все хорошо, можно играть тендер. Но вот оказывается, что цены, допустим, неактуальные оказываются в этом проекте, не важно, на окна, на двери, на строительные работы, потому что они занижаются государственной экспертизой. Но занижаются как? У нее и задача стоит не дать раздуть эти цены до каких-то там заоблачных. Но так получается, что справочниками почему-то у этих экспертов оказываются цены, ну скажем так, которые невозможно найти в нашем регионе совершенно, там, на окна, на материалы и так далее. Ну вы же когда готовите экспертную документацию, она же как-то, в общем-то, берется цена. Существующая, например, плитка Зевса. То есть она стоит столько, сколько стоит. Но только эксперт говорит, есть плитка не Зевс, есть плитка такой-то фирмы, которая та же по параметрам, и ставьте, пожалуйста, вот эту плитку, и ставит, урезает цены. И наши не могут доказать, проектная организация, о том, что вот это невозможно. Она есть в справочнике, она где-то закуплена уже какой-то подрядной организацией, где-то на западной Украине, неважно где, или в центральной части Украины. Но у нас в справочнике есть. И это уже основание для эксперта поставить минимальную цену. Поэтому на сегодняшний день действительно много проектов, которые на сегодняшний день не осваиваются по области, и в нашем том числе Горде, связаны, я уже не сомневаюсь, в том, что с работой этой системы, которая, в принципе, должна облегчить и, скажем так, обезопасить бюджет от каких-то завышенных цен, каких-то коррупционных составляющих, на самом деле на сегодняшний день не дает проводить эти тендера и так далее. И, к сожалению, ошибки, которые не допускаются, ошибки, по которым не допускаются фирмы стать победителями, скажем так, они носят вообще формальный признак. Может быть, даже запятая или подпись, недостающая подпись, недостающий документ с налоговой, к примеру, не влияющий ни на цену, ни на качество, уже является основанием для снятия. А чиновники и тендерные комитеты, которые при городском совете созданы, штраф начинается с 17 тысяч гривен. Если учесть, что участник тендерного комитета не получает за это зарплату, это как бы общественная нагрузка, максимум я могу выписать ему дополнительную премию, то, безусловно, заметив ошибку, не закроет глаза чиновник на нее, потому что либо конкурент пожалуется, либо антимонопольный комитет выявит то, что есть ошибка, а человек стал победителем, вернее, фирма стала победителем. И в итоге накажут обыкновенному рядовому зарплату 5-6 тысяч гривен чиновника и от 17 до 40 тысяч штраф, и, возможно, еще и уголовная ответственность, если это будет очень серьезное нарушение. А люди, которые составляют это задание? А составляют именно проектные институты. Вот проектные институты, может, они не до конца все-таки выписывают? Они все выписывают, но, опять-таки, еще раз говорю, вот, если так, механизм, да, вот написан проект, мне рапортуют, проект готов, мы повезли в экспертизу. Он экспертизу может проходить несколько месяцев, потому что есть замечания технические, есть по цене, и потом вот этот вот эксперт, общаясь с проектантом, постоянно они в споре находятся, кто-то отстаивает свою цену, где-то удается отстоять, где-то не удается, но в большинстве случаев цены получаются заниженные, имеется в виду от рыночных, которые есть на сегодняшний день. А еще, если проект полежит год, дождется финансирование, то уже актуально стеряется еще цена, и его нужно корректировать. И поэтому, получается, вроде, с одной стороны, мы где-то экономим, а я уже приводил пример, к примеру, если мы проекты, там, 16-го года, по году играем через тендера, через Прозора, да, проходит уже два года, 16-й, 17-й, то понятно, что в 18-м году нам однозначно нужно уже выделять деньги дополнительные и немалые, если это дорогой проект, на его корректировку, на изменение проектно-смертной документации. И вот здесь, получается, где-то экономим, а где-то платим дважды, и еще плюс ко всему, к сожалению, и деньги обесцениваются, и не можем реализовать деньги, которые у нас лежат на счетах и уже выделены. Поэтому, я думаю, что здесь надо уже на таком многостатистом уровне хорошо подойти к этому вопросу, проанализировать все, что уже наработано, и те замечания, которые есть, и внести какие-то изменения, потому что это все тормозит работу. Вернемся с УКС, УКС и ОКС. Вот за счет чего? Это все коммунальные какие-то учреждения, которые, ну, сегодня у нас образовываются новые учреждения, а за счет чего они будут жить? Смотрите, значит, ну, допустим, тот отдел новый по капитальному строительству, сегодня мы его создаем, потому что на сегодняшний день уже область давно такие сигналы посылала, что те деньги, которые сегодня работают в области, именно те города, где есть эти отделы, они более эффективны, потому что как раз-таки на выходе, неважно, это наше коммунальное предприятие написало это проектно-смертную, либо мы ее по договору получили от другого коммунального предприятия. Вот здесь ее нужно, прежде чем идти на экспертизу, ее должен кто-то проверить, сделать замечание заранее, отстаивать эти цены, дать эти цены, которые необходимо сегодня рыночные отстоять, и уже не принимать, воевать с экспертизой, и давать анализ качественное, некачественное, потому что я уже говорил, что один экспертный звит о том, что это уже готовая экспертиза, на поверку оказывается все это, к сожалению, не рабочая экспертиза. И вот здесь вот этот отдел должен для себя определять направление, в каком направлении двигаться и какие экспертизы делать, какие корректировать, а какие нужно отстаивать на начальном этапе, прежде чем подавать на экспертизу, проверить то, что мы имеем. И не принимать как за сделанную работу, то есть как приемки, скажем так. То, что сделало коммунальное предприятие, неважно, оно же такое же самое, как и частное. Его задача получить свои деньги, заработать прибыль, раздать зарплату работникам, инженерам и так далее, и отдать нам готовый продукт по договору. И оно это делает. А вот качество этого продукта должен кто-то проверить. Нет, ну, насколько я понимаю, УКС живет за счет тех проектов, которые он делает там. УКС он надзор осуществляет, да? Надзор, УКС, тендера, вернее, департамент капитального строительства, скажем так, капитального строительства. Плюс он будет проводить еще и тендера, которые у нас на сегодняшний день проводят. Образование, роддом. Ну, давайте так, как говорить, свойственно ли роддому на сегодняшний день проводить и готовить тендерный комитет, организовывать то, о чем я говорил, брать врачей, специалистов, которые будут в этом тендерном комитете нести ответственность за проведение тендера. Наверное, это все-таки должны быть делать специалисты. Подготовить тендерную документацию, провести тендер, чтобы и претензии были к ним, именно к специалистам. А у нас уже получается, что у нас и медицина, и образование проводят тендера. И это поэтому хотелось бы все это рано или поздно сконцентрировать в одном месте и такой вот центр сделать, который бы и проводил тендера, готовил тендерную документацию и давал оценку тем проектам, которые мы получаем. Что еще хорошее? Вернемся к тому хорошему. Нас будет ждать в 2018 году. Как я уже сказал, на сегодняшний день действительно большой ресурс областной заходит в город. Тем более на фоне того, что мы каждый месяц недобираем денег, недовыполняем бюджетную часть свою, доходную. Соответственно, а местные деньги, местные бюджеты, в этом году, если мы говорим, что порядка 30-40 миллионов мы потратили на дороги из местных денег, а остальные деньги расходятся, так скажем так, мы назовем, не скажем, что по мелочам, но именно на написание проектов мы пишем за местные деньги, социальные, компенсация проезда, там, допустим, 6 миллионов, компенсация проезда через некоммунальный транспорт, а именно через частных перевозчиков 2 миллиона. Есть у нас такая, да, просто она не в полной мере реализовывается, допустим, перевозчиками на автобусах, потому что мы не можем им в тех объемах, которых они перевозят, им компенсировать. Но в троллейбусах у нас компенсируется льготный проезд, и мы выделяем, и там есть льготная цена билета. И вот чтобы это сохранить, социально, потому что государство полностью на места передало эту функцию, фактически, вот по этим направлениям. Также платятся зарплаты, там, в детских садиках, хозслужащим и так далее. А инфраструктурные проекты можно сделать только за вот именно областные, государственные деньги и разных фондов. Я так понимаю, что в следующем году хорошим таким подспорьем вместо вот этих перемещенных денег будут деньги Европейского инвестиционного банка. Миллиард 300 миллионов зайдет на Донецкую область. И, безусловно, часть проектов будет освоена и в городе Славянске. Один из таких проектов, который наиболее мне бы хотелось реализовать в следующем году, это восстановление пятого маршрута. В связи с тем, что проектная документация уже устарела, раз. Второе, было некорректно сделать их задание, фактически реализовать этот проект в том виде, который он имеется, на сегодняшний день уже нельзя. На сегодняшний день мы заново уже делаем новую проектно-смертную документацию. В принципе, это не остановит выделение денег, потому что у нас есть уже ЗВИД. Мы откорректируем ее, деньги уже выделены месяц назад. Работа уже ведется, до конца года будет сделано. И вот восстановление пятого маршрута с покупкой двух троллейбусов ожидаем в 2018 году. Именно за деньги Европейского институционного банка. Опять-таки, это тоже по взаимодействию с областным руководством. А вот это общежитие? Общежитие, опять объявляем тендер, опять будем просить продлевать. Опять, ну давайте так, даже для примера по ценам, по 600 гривен газовая печь. Печь стоит в общежитиях. Возможно ли сегодня ее купить? Вряд ли. Вряд ли, да. Минимум 3,5 тысячи мы видим. Даже дружковская уже стоит какие деньги. Но где-то была куплена такая печь, в продолжении нашего разговора. И стояла такая цена. И на остальные материалы. Поэтому сложности есть. Однако я всегда говорю, что все равно нужно делать, нужно пытаться. Потому что деньги есть, их нужно реализовывать. Тем более, когда есть проекты. Ну и на ходу, к сожалению, приходится решать проекты, вот именно, вернее, проблемы с изменением проектно-сметной документации. Это на сегодняшний день основной такой, ну скажем так, наверное, тормоз. Это проектно-сметные и качество подрядчиков тоже. Ну, к сожалению, программа проходит к концу. Но последок я бы хотела вас спросить немножко в другой плоскости. О водоканале. О на социальном водоканале. Вот нам приходит много жалоб по поводу тех квитанций, которые сегодня приходят нашим жителям. Где у них у всех долги. Причем долги растут. Причем директор водоканала говорит о том, что ну и ладно, пусть придут свериться. Но когда бабушки приходят, неожиданно там 400 гривен за воду, или до некоторых даже до тысячи доходит, то просто у людей может быть инфаркт. Вот как-то вот это возможно ли? У меня есть предложение на следующей неделе сделать выездное вместе с вами. Такое, чтобы мы не в студии обсуждали водоканал, а, наверное, на месте с этими вопросами, которые есть, чтобы рядом был руководитель водоканала, отвечал на вопросы. Потому что есть и финансовая деятельность водоканала, о которой он может уже рассказать. Мы уже сегодня у меня есть отчет, скажем так, и сравнение 2016-2017 год. Я вижу там увеличение сборов. Ну, то есть финансовая где-то улучшается, а в плане работы с абонентами, да, еще пока желает лучшего. Мы ждем, конечно, открытия новых окон и увеличения численности абонотдела. И где работа будет именно с абонентами в водоканале, это улучшит. Но это пока еще в перспективе. Еще где-то, я думаю, месяц-полтора нужно до окончания ремонтных работ. Но, тем не менее, я думаю, будет уместно пообщаться непосредственно и с руководителем, и уже на месте. Поэтому давайте такое выездное на следующем... Давайте сделаем такое выездное, но все равно желательно, чтобы это выездное привело к какому-то результату. Безусловно. Потому что я считаю, что ненормально. Мы с вами говорили на эту тему еще больше месяца назад о том, что такая ситуация существовала. И я думаю, вполне достаточно водоканалу месяц-полтора, чтобы исправить это. Хотя бы даже в ручном режиме, самостоятельно работая с абонентами. Ну, большое спасибо, Вадим Михайлович, с обращением в студию. Я надеюсь, что еще мы будем с вами разговаривать и отвечать на вопросы наших телезрителей. До свидания. До свидания. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. До свидания.